Всем привет, друзья! Меня зовут Миша Киокунтак, и мы с вами продолжаем играть в игру Little Nightmares 2. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, а также приятного аппетита! Я хочу поменять, вот поменял, ой нет, назад, головной убор на конус, потому что всё-таки с ним как-то интересно бегать, мне кажется, поинтереснее, чем с поленом на голове. И давайте всё-таки пройдём в эту дверь. Ой, получено достижение, разорение! Эй, там что, кто-то висит или это костюм висит сверху? Давай тихонько-тихонько красться, я боюсь, что он сейчас спрыгнет на нас. А, это костюм. Хотя странно он, конечно, там выглядит. Кстати, там башмак валяется, даже два ботинка, три ботинка. Там, короче, ботинки валяются, не знаю, может быть, они пригодятся. Возьму на всякий случай один. И выброшу сейчас его вот сюда. И раз, тихо, не попал в дырку. Сейчас попадём в дырку. Я уверен, что можно перебросить. Да, вот так вот. Ну, мало ли, а вдруг пригодится. Эй, дай руку. Помоги мне. Хотя здесь и без помощи можно пройти. Какая-то улица. Давай, перелезай, перелезай. Такой моно прячется за ящиком и вообще прям незаметен. Ну, ладно, не будем сейчас на это отвлекаться. Я не знаю, в эту сторону или туда дальше идти нам. Нет, в эту сторону точно мы не пройдём. Но, кстати, сюда можно запрыгнуть. Давай попробуем зайти в этот магазинчик. Какой-то бар, я не знаю, что это. Забегаловка, где еду готовят. Полагаю, нам в эту щель. Давай, давай, заходи. Телевизоры валяются. Прошло автосохранение. Это нам может о чём-то говорить, что сейчас что-то произойдёт. Давай попробуем забраться на них. А нет, не получится. Эти верёвки, они прозрачные. Поэтому давай, помоги мне перепрыгнуть. Вот так. Хорошо, и дальше я сам, типа... Как-то мне нужно допрыгнуть на эту петлю из этого телека. Но я боюсь сейчас провалиться в дырку. Раскачивайся. Раскачивайся. Да, получилось! Отлично, отлично. Сейчас спрыгнем. Блин, не туда спрыгнем. Что ж ты делаешь? Я лучше ещё раз раскачаюсь. Да почему я не долетаю? Прям максимально странно. Я пытаюсь, пытаюсь раскачаться, но... Я боюсь отпускаться, честно. Во! Я не знаю, каким образом сейчас это получилось. Я делал ровно то же самое, что делал в прошлой попытке. Что с ним не так? Так, я должен телек столкнуть, что ли, да? Ну, давай. Сейчас поднимешься. Аккуратно! Пойдёт, так пойдёт ещё выше, чем я. Это не проход, кстати, к ней? Вот здесь. А нет, это стена. Хорошо, ты будешь сверху, я буду снизу. И здесь как-нибудь встретимся. Я не знаю, как, конечно. И что ты предлагаешь? Прыжок Веры, да? Ну ладно, давай. На счёт три. Раз, два. Побежали. Вообще круто зацепился и вытащила меня. Отлично. Спасибо большое, но нам нужно бежать дальше. Здесь очевидно же, что можно будет перепрыгнуть, но я хочу зайти ещё сначала сюда. Снова эта тень. Как-то мне хреново прям становится, когда я её хватаю или пытаюсь обнять, что я с ней делаю. Не знаю, стоит ли прыгнуть на телек или нет, как думаете? Классно я прыгнул на телек. Снова я здесь. Ну как бы ладно, на телек мы прыгать больше не будем. Зато это я точно уже знаю. Допрыгнул. Кстати, по-моему, камера в прошлый раз как-то ближе была, а сейчас далеко. Из-за чего это интересно? Ну давай пойдём тогда здесь. Как бы вариантов особо много нет. Допрыгнул. И ты допрыгнула, умница. Снова этот висящий костюм, который меня напрягает. Ещё эта дырка там, где воротник. Ну блин. Я не знаю. Это очень стрёмно. Как будто кто-то повесился выглядит. А там ещё и звуки такие. Блин. Ой-ёй-ёй. Что это? Телек? Который какие-то белые шумы издаёт. Я пытаюсь пройти этот ужас. Этот звук просто капец как раздражает. Я не знаю, куда мне пройти нужно. Ага, то есть там прохода явно нет. Мне нужно к самому телеку, значит, подойти и что-то с ним сделать? Ну давай. Подошёл. И что это? Используйте, чтобы настроить передачу. Да. Ну давай попробуем настроить передачу. Вот. Настроил. Вроде бы получилось. Это мы оказались в том самом коридоре, который был на видео перед началом игры. Обратите внимание на Мона. На нём как будто такие цифровые помехи идут. То есть как-то эта телевизионная реальность засосала нас туда и мы прониклись как будто бы мы там или что? Я так понял, что смысл этого всего, что телевизор типа промывает мозги. И ты теряешь рассудок, забываешь вообще где что и теряешь здравомыслие своё. Там, кстати, лампочка почему-то светилась наверху. Ну да ладно. Ну что, прыгаем вниз? Вот так вот. Снова автосохранение и как бы это может говорить только об одном. Сейчас что-то будет. И музыка нас к этому подготавливает, очевидно так. Всё такое заброшенное, стрёмное. А здесь какая-то большая пропасть. Я не уверен, что смогу её обойти. Мне кажется, я не допрыгну здесь, да? Давай попробуем. Ну понятно. Оказывается, нужно просто было здесь отодвинуть тележку с мусором. Вы серьёзно? Кто же знал, что здесь сзади тоже что-то есть? Так, всё. Мы можем уже пройти. Давай, обходи, обходи. Не останавливайся. Иди сюда. Какая ужасная школа. Или что это? Просто капец. Жуть как наводит. Такой маленький конус крадётся в эту школу. Чтобы хотя бы что-нибудь понять. Что здесь происходит? Нам походу на этот канат. Так, а где она отстала? Иди сюда. Нас с тобой здесь ждут приключения. Кстати, а мы можем на этой качеле покататься? А ну стой. Иди сюда. Подойди, подойди. Она мячиком играет. Давай сюда. Я хочу, чтобы мы с тобой здесь поиграли. Во. Ну как бы тоже неплохо, ладно. Будем считать, что мы поиграли. А на качеле интересно, мы можем покататься? Качелька плюс колесо такое. Залезай тоже. Мы вдвоём поместимся. Давай. Залезай. Нет, она не хочет. Не хочет кататься. За колесо я не могу схватиться. Поэтому ладно. Давайте-ка уже идти дальше. Пошли. Хватит там играть. Идём. Я зову тебя. Идём. Сколько тебя звать, а? Получено достижение. Двадцать шестая. А почему двадцать шестая? Типа я её много раз звал или что? Ладно, давай взбираться наверх. На это стрёмненькое здание. Заходи. Портрет такой неприятный висит сразу. Что-то коптится здесь в ведёрке. Как-то это похоже на не знаю что даже. Трудно себе представить. Но портреты, блин, посмотрите, какие они вообще ужасные и стрёмные. Фу. Давай дёрнем рычаг. А, понятно. Это чтобы выключить свет. И глаза её светят сюда. А зачем это нам? Зачем нам нужно, чтобы её глаза сюда светили? Возможно, мы что-нибудь найдём? Подсади меня. Ты можешь меня подсадить? Эй. Походу, не может. Тогда давай без света попробуем что-то здесь найти. Такая комната неприятная. Вызывает какие-то ассоциации, не знаю, с тюремной камерой больше, чем с какой-то школой. Я могу сюда запрыгнуть. Возможно, мне нужна эта кукла. Или вот эта вот банка. Давай попробуем взять банку. Она тоже что-то взяла, кстати. Тоже банку, только другую. Ладно. Возможно, нам нужно просто какие-то предметы положить вот под этот свет. И после этого что-то произойдёт. Тихо, поставь. Почему? Почему не ставится, эй? Почему падает? Да в смысле? Оно вообще не хочет стоять. А как мне её поставить? Понятно. Хорошо, разбил банку. Ну и эта банка тоже не подходит. Нет, это явно что-то мы не то с тобой делаем. Давай ещё искать. Возможно, ещё в эти двери можно зайти. Нет, мы не можем их открыть. Вообще не получается. Поэтому только сюда. Давай тогда возьмём куклу, я не знаю. Положим её на свет. Или мячик потом подойдёт. Кто его знает, что надо здесь делать? Пока вообще непонятно. Вот, кукла сидит идеально. Но ничего не происходит. Возможно, снова нужно включить свет. Или попробуем вообще мячиком бросить в этот портрет. А, да? Серьёзно? То есть куклу я, получается, просто так здесь посадил. Да уж, забавное, конечно, решение этого вопроса. Но мы прошли. Так, ты тоже перелезай. Этот стул как-то мне стрёмненько выглядит. И, походу, его нужно переместить вот на эту вот... На этот механизм, который открывается, да? Сейчас провалимся. Нам нужно как-то одновременно прыгать. Вот, получилось. Отличное взаимодействие, командная работа и всё такое. Главное не забывать об окружающей опасности, потому что всё так достаточно тихо пока что, и это напрягает. Неизвестно, что будет вот прямо сейчас, за каждым поворотом новым. А ведь опасность на каждом шагу. Прыгай ко мне. Да, дай руку. О, круто. Открываем вентиляцию. Помоги. Спасибо тебе за помощь. Пролезай. Вообще жутко, конечно. А вот и, походу, что-то сейчас начнётся. Там уже звуки вот эти вот банки. Которая катается по полу и явно не сама по себе. Или это вообще не банка? Это кто? Кто это, блин? Быстрее за мной. Мы должны успеть пробежать, я не знаю. Так, ведро какое-то. Но мы его даже толкать не можем. Ладно, давай тогда сюда. Мячик. А вот... Понятно. А если перепрыгнуть банально? Да, вот так вот получится. Нам мячик в эту сторону или в какую нужен? Давай сюда его перебросим. Тихо. Вот так. Пройдём. Какие-то куски разбитые валяются. Там кто-то убежал. Но мы с мячиком идём дальше. Прикольно. Конус тащит мячик. Выглядит неоднозначно так. Главное сейчас ещё на какую-то ловушку не наступить. И сейчас я только такое говорю. И вот, опять же таки, вот эта вот ловушка. Прыгаем. Есть. Ты тоже прыгай. Там кто-то выглядывает. Вон там. Дети выглядывают на нас. Бегают, прячутся. Я не знаю, мне к ним или сюда? Давай к ним попробуем. Или, блин, я не знаю. Давай сюда. Наверное, зря мы такой шум издали. Сейчас кто-то может прийти. Хотя они тоже издают немало шума. Закрывают там всё. Нет, сюда я теперь не залезу, потому что он там закрыл. В раковину могу вылезти, но как бы не знаю зачем. Кран открыть не могу. Ладно, тогда выходим. Мячик, возможно, мне ещё пригодится. Кстати, а здесь я не открою мячиком эту. Это окошко, которое он закрыл. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай мне попытку. Погоди. Да возьми мяч. Нет, я даже не доброшу, скорее всего. Поэтому возвращаем мячик. Блин, не-не-не, не катись туда. Там же ловушка эта. Пойдём с мячиком сюда. Там кукла какая-то. И он типа нас заманивает, да? Ну, хотя бы так. Потому что если бы была такая ловушка, как раньше, то сейчас бы нас снова расплющило. А так хотя бы это новый путь. Правда, непонятно, зачем был мячик. Иди сюда, за мной. Так, вот снова эта доска, которая... Блин, нет! Ну, конечно же, конечно же. Кто бы сомневался. Я на каждую ловушку буквально попадаюсь. То есть нужно очень аккуратно перепрыгнуть. Смотри. Вот так. Ну, вроде бы получилось. Правда, я боюсь ещё раз наступить. Хотя пофиг, давай. Да, так нормально всё. Прыгаем вниз. Чего ты ждёшь? Какая странная атмосфера. Такое чувство, что за нами все следят, но при этом прячутся от нас. Да, вот зачем они прячутся. Как мне вылезти? Её похитили? В смысле? Так, я смог выбраться, но теперь мне нужно её высвободить срочно. Кстати, этот молот, возможно, мне пригодится. Да, в смысле? Я же ударил! Алё! Что с тобой не так, игра? Ладно, давай ещё попробуем. Давай, иди сюда. Всё, готов. Голубчик. Я, правда, не знаю, почему я в другую сторону иду, если её туда отвели. А, да? И как здесь быть? Что за дичь? Что происходит вообще? Стоп, погоди. Если я пойду в другую сторону всё-таки. Вот сюда. А, здесь лестница подымается, и как бы я уже никак не пройду, и двери ещё закрыли, то есть мне в любом случае нужно вот сюда. Так я даже молоток не успеваю взять. Его просто эта штука снесла. Это достаточно удобно. Но я не знаю, она сработает ещё раз или нет. Нет, не сработало. Я возьму на всякий случай молот. Он мне ещё может пригодиться. Хотя нет, туда дальше прохода нет, и с собой я его наверх никак не возьму. Залезай. Надеюсь, здесь нам не придётся ни с кем сражаться, и этот открытый шкафчик говорит, что нужно его как-то обойти. Хотя, возможно, его можно открыть, там что-то есть. Какие-то рисунки. Почему залезть нельзя в него? Зачем я тогда его открыл? Замок. Где-то должен быть ключ. Возможно, в этих ящиках? Открой. Там какая-то туалетная бумага, бутылки, явно не то, что нам нужно. Вот эти звуки, конечно, очень меня напрягают. Здесь ключа нет? Открыть ящики я могу? Нет, не получается. Там кто-то есть. Кто-то... А, это учительница. Вы только посмотрите на эту жуть. Меня заметили? Да ладно, я же звука даже не издал. Как? Почему меня заметили? То есть, когда она оборачивается, нужно не палиться прям вообще. Только когда она что-то на доске рисует, идти дальше. Ждём, ждём, ждём. Лучше лишний раз не рисковать. Ты ничего не видишь? Отворачивайся. Дальше себе свои рисунки рисуй. Давай. Вот. Хорошая учительница. Так. Ждём ещё свой шанс. Я правда не очень понимаю, куда мне теперь. Ну что, давай, отвернись уже. Хватит смотреть сюда. Вот. Тихонечко, аккуратненько проходим. Вообще без звука прошёл. Кстати, вон там ключ. Но проблема в том, что когда я его скину, то звук как бы привлечёт внимание. Я не знаю, куда мне прятаться. Потом в ящик, наверное, этот спрячусь. Кстати, вот ещё проход есть. Давай его сразу откроем. Почему я взяться за него не могу? В смысле? Странно как-то. Ну ладно. Просто, возможно, с той стороны его нужно было открывать. Тихо, тихо, тихо. Ты же можешь наверх выбраться. Давай. Нет. Явно это неправильный вариант. Очень интересно. Очень, очень интересно. Я успел отскочить. И быстро прячемся. Злобная училка с шеей какого-то страуса. Даже, блин, любой страус отдыхает. Такая шея. Ты посмотри. Тихо, убирайся отсюда. Убирайся. Вот. Этот проход сам открылся. И нам теперь нужно всего лишь тихонько пройти обратно с ключом. Но я не знаю, насколько это теперь будет легко. Потому что здесь теперь повышенное внимание. Капец, как стрёмно. Нет, не скрипи этой дверцей. Я не знаю, блин, даже где она там сзади. Пока что буду здесь ждать. Посмотрим, куда она пойдёт. Да как она меня заметила? Строгая бабка. Из очень длинной шеи. Пожалуйста, пропусти меня. Пропусти. Я тихонечко пройду, и ты меня даже не заметишь. Возможно, я должен вот так вот прокрасться. Прямо у неё под носом. Обойди, обойди парту. Убегай. Не достанешь меня, злая бабка. Открывай. Всё, я успел. Злая бабка мне не помеха. Наконец-то я прошёл это. Это было, конечно, очень стрёмно. Но, наверное, так и надо. Там какой-то портрет лежит. Вилкой пригвоздённый. Вытащить можешь её? Нет, не получается. Кто-то ещё рисует? Это гномик? Нет, это, блин, малой. А у меня даже нечем его ударить. Там палка вон валяется. Но я же не смогу её забрать. Нужно как-то тихонько сзади него прокрасться. Чтобы он нас не услышал. Он ещё и привязанный, вы представляете? Я даже не успел взять палку. Вот! Красиво же получилось разбить ему башку. Как бы это грубо не звучало, но здесь выбор был невеликий. Либо я, либо он. Открывай ящики. Или просто взбирайся наверх. Давай, вылезай. Короче, так, походу, быстрее будет. Что за звук такой странный? Ой, капец. Залезай! Я успел залезть. Это та же самая бабка. Но она, конечно, слепая, не увидела нас. А там ведь ещё одна банка стоит. Вы понимаете, друзья, что это значит? Это значит, что мне придётся ещё раз успеть спрятаться. Ладно. Ну, здесь как бы просто. Она не понимает, что происходит. Как это вообще может быть такое, да? И здесь я не очень понимаю дальнейший наш путь. Потому что здесь есть канат. И здесь есть вот такой вот обход. И там есть вроде бы тоже проходик. Смотрите. Но я почему-то не могу ухватиться. Поэтому, ладно, давай на канат тогда идти. Аккуратненько, тихонько. Да, по канату можно взобраться наверх. Но у неё такая длинная шея, что она спокойно и сюда достанет. Вот на эту трубу, давай, прыгай. Почему не получается? Тихо. Вот. Ты же можешь выбраться. Эй. Силёнок не хватает. В ящик этот я могу спрятаться, если что? Да, могу. Короче, нам придётся эту доску скинуть, чтобы потом по ней пройти. Но ещё нужно как-то успеть будет спрятаться. И это капец. Бежим. Бежим. Быстрее бежим. Не-не-не-не-не. Куда ты? Тихо. Всё, я успел спрятаться. Здесь никого нет. Бабка, угомонись. Всё, бабка угомонилась. Я пролезаю, получается. Пускай себе дальше там что-то долбёт, что она там делает. Приготовление какое-то. Кстати, что это за утка? Я могу её взять, не? Очень странно. Главное, чтобы сейчас не провалиться. Это было бы крайне неприятно. Давай, проходи. Падаем вниз. Ладно. Вроде бы всё пока что проходится. Снова автосохранение. И бабка снова здесь. Я надеюсь, она это не услышала. Давай спрыгнем. Капец. Я боюсь лишний шорох издать. До чего меня довела игра. Ну, здесь я как бы никуда не пройду. Нужно только на лестницу. Поэтому выбор невелик. Залезаем сюда. Спрыгнуть что ли? Нет, это неправильный вариант. Тогда что же получается? Нужно передвинуть эту лестницу и где-то в другое место вылезти. Прыгай, не бойся. Хватай лестницу. Возьми её. Вот. И получается, сейчас на эту полочку мы выпрыгнем с вами, друзья. Вот так вот. Блин. Зря, зря, зря ты издал этот звук. А почему она не смотрит? Ладно. Странно, конечно, что она никак не отреагировала, хотел сказать. Мы должны успеть. Я ведь почти успел. Ну, давай попробуем, я не знаю. Вот, получилось. Правда, у меня прям раскладка аж поменялась. Языка от страха. Но, как бы, нужно было под катом таким успеть. Злющая, очень злющая бабка. И что я должен сейчас сделать? Прыгать туда? Ну, давай. По книгам взбираемся куда-то. Сейчас будет перепрыжка опасная. Есть. Ой, капец. Спускайся, опускайся. Главное, чтобы не заметила. Да капец. А как это проходить? Хорошо. А когда она пытается нас заметить? Вот сейчас мы спустимся вниз. Давай спускайся вниз, блин. Ну, не так я хотел. Предлагаю подождать, никуда не спешить. Она куда-то идет. Куда-то ушла. Теперь я смогу, получается, перепрыгнуть. Ну, наверное. Вот так. Возможно, мне сюда нужно, откуда она выходила? Я куда-то забежал, но не вижу, что там происходит. У нас есть место, где я могу спрятаться. Значит, она еще выйдет, наверное. Двери мне не поддаются никак. Возможно, сюда что-то нужно пробежать, не? По полкам могу взобраться? Не получается. Мы можем подвинуть эту штуку, чтобы, наверное, открыть двери. Чтобы допрыгнуть до этой дверной ручки. Потому что мы же маленький мальчик. Вот так. Нет, погоди. Поспешил. Вот. Получилось открыть. Что у нас здесь будет, а? Снова дымится урна. Двери сами закрылись за нами. Проходит автосохранение. И мы узнаем, друзья, что будет дальше уже в следующей серии. Спасибо вам огромное за ваш просмотр. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!